ЗВЁЗДНЫЙ ЗАВТРАК Алексей Викторович Подубный, он же Джанго, по знаку Зодиака, упрямый, харизматичный и талантливый козерог. Вырос в творческой семье журналиста и технолога, в детстве засыпал, слушая вместо сказок классическую джазовую музыку. От отца унаследовал любовь к баяну, позже окончил музыкальную школу по классу классической гитары и сам, сам научился играть на аккордеоне и клавишных. Этой весной записал новую песню Лорка, на днях вернулся из Донецка с концертами, о чем сегодня и поговорим. ЗВЁЗНЫЙ ЗАВТРАК Леш, впереди будет премьера, обязательно об этой песне еще подробнее поговорим. Давай лучше с тобой о тех концертах, которые недавно прошли у тебя в ДНР. Ну, я ездил два раза с момента признания республик и сначала в военной спецоперации. Я сразу поехал туда, потому что у меня там очень много друзей, я хотел, так сказать, в момент признания разделиться со своими друзьями, эту радость и так далее. То есть это личная инициатива? Конечно. Ну, а пока я собирался, вот начались, в общем, началась военная операция. И я приехал первый раз 26-го туда числа, февраля. А сейчас вот мой визит был, по-моему, да, 14-го. 14-го марта. Где там проходили эти концерты? Да, я ехал, собственно говоря, в этот раз уже с конкретной целью дать такие воодушевляющие концерты, выступления провести где-нибудь в районе передовых частей. И, значит, среди резервистов, тех, которых призвали в армию, а также уже действующих частей, там, допустим, батальон Спарта, там мы давно уже с ними дружим. И в этот раз я ехал не только с гитарой, а с целыми большими мешками подарков от московских детей. О, как? Да, из одного детского сада, детское посольство называется, здесь, в центре Москвы, они на территории ВДНХ. А я вот, кстати, вижу фотографии у тебя в телеграм-канале, где наши ребята-бойцы, вот, собственно, я так понимаю, и с подарками своими. Да, ну, всем, конечно, не хватило, потому что было там, ну, пакетов 100, может быть, таких маленьких, но они были очень символичными и очень трогательными. Я, честно говоря, вот, ну, практически не мог держать слез, когда я понял, ну, насколько это важно. И в этом маленьком, этом бумажном пакетике, который был маленькими ручками там разрисован, и написаны слова благодарности защитникам Отечества. Радугу и солнце, да, нарисовали дети на пакете? Да много там, кто что, кто и цветы там были, еще что-то, то есть благодарим вас, благодарим. И это была поддержка бойцам, конечно, такая психологическая, очень-очень и душевная, очень важная. Туда носочки положили, там, положили молитвы, там, 90-й псалом, молитва Федора Ушакова. Слушай, ты рассказываешь до слез, вот просто от бумажки такие. Так я сам, я же говорю, я сам просто был, ну, тронут до глубины души. Я посчитал, что мы эти мешки довезем, мы с Игорем, с нашим гитаристом ехали, он сейчас в Донецке. Но завтра выезжает, или даже сегодня, чтобы успеть на концерт, 23-го числа у нас здесь в Магнус Локусе. Да-да-да, давайте всем напомним, что 23-го марта будет большой весенний концерт в ресторане-клубе Магнус Локус. Выступает Джанго, об этой программе тоже поговорим. Леш, а скажи, люди сами просили песни, или ты подбирал какую-то программу по своему усмотрению? А там как пошло? Сначала, конечно, ну, надо сказать, что, конечно, как бы напряжение в глазах бойцов чувствовалось. Это не первый концерт, вот, в первый мой приезд, ну, не в первый вообще на Донбасс. Я с 15-го года там езжу, сбился со счета, сколько раз там и выступал, и сколько раз ездил. А в этот раз вот мы выступали, допустим, в Горловке, там было 1200 бойцов, и, конечно, напряжение в глазах, они фактически вот не сегодня-завтра должны были идти, в общем, уже на передовую. Вот, и мы начали с таких военных песен и так далее, и таких мотивирующих, что ли, вот у меня песня есть донбасская, там, мы не уйдем и прочее. Но когда мы стали исполнять более энергичные, веселые песни, то ребята оживились больше. И я из этих выступлений, так сказать, вынес один очень интересный вывод, что ребятам нужно расслабиться немножко, им нужно повеселиться, чуть похлопать, чуть-чуть попританцовывать и так далее. И так понятно, что все в напряжении. А здесь приехала, так сказать, фронтовая бригада там артистов, двух или вот один я сейчас выступал в одиночку. Вот сейчас выступления были интересные в одном из батальонов, прямо на открытом воздухе, ну, под навесом там. Ну, был мороз, вот я давно не играл на гитаре в мороз и не пел, у меня ко второй песне уже полностью окоченили руки, и я там не чувствовал, держу я медиатор, и как я его держу, и вообще левая рука уже начала застывать, я там периодически ее застряхивал, как-то там пытался на нее дышать между аккордами. Извини. Ну, потому что не чувствуешь вообще, просто прижимаешь, что прижилет, непонятно. Ты был в бронежилете? Ну да, я был в бронежилете, но каску снял, чтобы меня узнали. А сложно в нем, он же тяжелый, да, наверное? Ну, он, ну, как сказать, не такой уж он страшный и тяжелый, там разные бывают. Ну, вообще великое дело, потому что в годы Великой Отечественной... Бронежилетов не было. Нет, но людей тоже поддерживали, нужна была музыка, безусловно, а куда же без этого? Моменты отключения, там, ностальгии, ухода в себя, отвлечься от того, что сейчас там происходит. Да, и вот то, что вы говорили, что про подбор репертуара, я все-таки, вот эти выступления сейчас, в этот приезд, я начинал с песни «Холодная весна», потому что, на мой взгляд, вот тот текст, который был написан в 2001 году, он сейчас приобретает удивительные совершенно очертания. То есть, это не просто... И весна холодная, действительно, реально холодно, да, и до сих пор холодно. Но вот это того, что мы ожидаем наступления тепла, и то, что вот это наша русская весна, и вот она расцветет, и все будет теплей. И ты слушаешь, вот, и думаешь, господи, да, это же... Вот об этом было написано. Ты представляешь, столько лет песни играло, да, мы не понимали толком... А давай «Холодную весну» сделаем сейчас людям тоже. Сейчас? Ну да, почему нет, ты же с гитарой пришел. Ну да, раз я пришел с гитарой. А мы сможем, да, сейчас? Конечно, сможем. А я пока напомню, что 23 марта уже вот скоро, в среду, большой весенний концерт «Джанго» в ресторане-клубе «Магнус Локус». О, звучит. Да, класс. Холодная весна, спят дальние огни. Как долго я искал мечту моей любви. Хороводит снег с дождем, мечта дорогу мне согреть. Тебя, весна моя, увидеть надо, будет теплей. Как плакала весна, что там будет впереди? Хороводит снег с дождем, мечта дорогу мне согреть. Тебя, весна моя, увидеть надо, будет теплей. Хороводит снег с дождем, мечта дорогу мне согреть. Тебя, весна моя, увидеть надо, будет теплей. Тебя, весна моя, увидеть надо, будет теплей. Действительно, совсем по-другому воспринимается эта песня. Сейчас «Джанго» у нас сегодня в гостях. Руки «Джанго» сегодня касаются гитары. Сегодня у нас в гостях Алексей Подубный. Кстати, работает вайбер, ватсап, телеграм. Если есть вопросы, присоединяйтесь. 8909-955-103-0. Лёш, у нас впереди твоя новинка, песня, которая нас очень удивила. Она и озорная, и наполнена смыслом, называется песня «Лорка». Расскажи, пожалуйста, я знаю, ты колебался выпускать эту песню сейчас или не выпускать, да? Были такие сомнения? Правда, я даже почти не колебался. Я думаю, ну, сейчас не до этого вот эта бесшабашная, хулиганская, безбашенная песня. И думаю, ну, при чём тут сейчас вот не надо? Но так или иначе, я её стал показывать друзьям. И друзья у меня и военные, и священнослужители, и вообще мои близкие друзья, да? Просто вот в жизни. И все говорят почему-то одно и то же, слушай, ну, а унывать-то мы не собираемся. Давай подбодрим. И я вот начал соединять это со своим опытом, вот этих выступлений перед военными, которые готовы уже были идти на фронт. И я понял, что вот весёлые песни, прямо они даже кричали и там из зала, или просто там, где я выступал, на ящике от патронов или чего-то там поставили меня, так сказать. Я выступал. И они говорят, давай, веселей, чайник, дай. Вот это, я понял, что это имеет очень-очень важный смысл. Вот это подбадривание просто. Мы же что, собрались погибать, что ли? У нас мы, мы это, вперёд, у нас вот такое настроение должно быть, энтузиазм такой, вообще жизнь, мы за жизнь вообще, мы за жизнь, мы за любовь, мы за душевное своё состояние, вот за что мы выступаем все, всегда. Вот, и поэтому я подумал, да и пусть пойдёт. Тем более, что действительно она мне очень понравилась, там очень много хороших, хороших музыкальных решений. Вот то, что мне всегда нравится. Вот начало хорошее запоминается, там продолжение хорошее, потом кусочек ещё лучше, вообще там труба заиграет. А, это спойлер, ну да, понятно. Не, мы послушаем ещё. Так, вопрос, почему Лорка? Лорка, ну так зовут девушку. Это логично. Да, история тут двойная. Двойная, тройная, четверная, как это обычно у меня бывает. Лорка – это реальный персонаж, девушка. Так называл её клавишник, вместо которого я пришёл в группу в 16-летнем возрасте. А клавишник ушёл в армию, он ушёл в армию, в советскую служить. Его девушку звали Лориса, но он называл её Лорка всегда. Очень красивая девушка была, значит, и она дождалась его из армии. Вот мы на свадьбе у них там гуляли и всё. И почему-то вот, а ещё при этом, когда я вдруг, мне мелькнула мысль вот это слово, как бы употребить имя, да, там рядом у меня лежал томик одного из моих самых любимых поэтов, Федерико Гарси Лорки. Испанский поэт. Ну вот так, Лорка, Лорка, и тут Лорка, и тут Лорка, и тут. Ну и нормально. Всё сошлось. Сошлось. Я сначала вообще хотел его в таком испанском стиле делать, чтобы всё как-то соответствовало символически. А потом решил переделать чуть-чуть по-другому. А в каком стиле, я не знаю. Ну как-то он там называется. А вот в каком стиле получилась Лорка, сразу же после рекламы слушаем премьеру. Звёздный завтрак на Радио Шансон. Ну хорошо же, хорошо. Премьера этого дня, песня Лорка. В исполнении Джанго отправляем и в плавание музыкальное эту новинку. Лёш, ну хорошо, прям вот так вот, знаешь, так живенько, хорошо. Ну здорово, я рад, что вам нравится. Так, а рассказывай, труба, там какая-то интересная история в этой песне. Да труба, труба просто. Труба. История такая, что я придумал вот эту партию, которую вы слышите. Но она как бы повторяет частично фразу и одну из «С ней не так, что всегда я в ладах». Вот это. И я её придумал, думаю, классно, вот здорово было бы её на чём-нибудь, особенно на трубе сыграть. Думаю, на трубе, значит, буду искать где-то трубу, где-то сэмпл какой-то. Ну и вспомнил про Луи Армстронга. Так. Вот. И всё-таки удалось мне найти кусочек песни, там, где у него труба сольно звучит. Каждую ноту он берёт там «Тэ-тэ-тэ-тэ-тэ» и так далее. И ты склеил прям целую партию? Вот эти ноты вырезал, немножечко их видоизменил, что-то приподнял, что-то подопустил, что-то, так сказать, переклеил, удлинил, укоротил и так далее в компьютере. Ну, возился я прилично, там, где-то полдня надо, тем делом. Вот. И получилось, что теперь у меня в фонограмме играет настоящий Луи Армстронга. Вот это да. Хотя его вот уже нету. А тут, оказывается, он ещё и тоже был, так сказать, с этим всем хулиганством связан. Да-да-да-да. Да-да-да, что он попал в тюрьму за какой-то, так сказать, проступок уличный. И там попал в духовой оркестр. Ну, собственно, так и начал. Не было бы худо-бездобрана. Это точно. Прямо как я. Я случайно в армию попал, когда служил в советской армии, случайно попал тоже в духовой оркестр. А вот так? И пришлось мне учиться, правда, не на трубе, а на волторне играть. Лёш, расскажи, пожалуйста, на твоём концерте тоже появится необычная труба Александра Бручеева? Да. Так, рассказывай. Ну, вы знаете, что это было какой-то определённой проблемой. Мы хотели сделать примеру песни, чтобы девушка играла на трубе. То есть лорка, а девушка играет на трубе. Давай искать, значит. Давай искать. И попробуйте найти. То есть трубачей мужиков полным-полно. А девушка, чтобы да ещё молодая, симпатичная и всё такое, вот, да ещё и на трубе, да ещё и хорошо. И вот это совпало, вот, есть такая замечательная девушка, замечательный музыкант, значит, Саша Александра Бручеева. И нам, в общем, удалось с ней сыграться, и это всё стало получаться. Теперь у нас на сцене настоящая лорка с трубой. 23-го числа вы будете официально презентовать новинку, я так понимаю, людям на концерцию. Так это вот, вот, послезавтра. Да, послезавтра. В ресторане-клубе «Магнус Локус» приходите, большой весенний концерт «Джанго». Ну, собственно, презентация лорки обязательно пройдёт. Лёш, есть вероятность, что госпожа Бручеева на вашем коллективе задержится? Ну, мы как-то тоже прицеливаемся в эту сторону. Труба зовёт? Да, труба зовёт. Так, на сайте «Магнус Локус» можно посмотреть информацию по столикам, по билетам. Ну, а к вашим вопросам, которые поступают на 8-909-955-103-0, мы вернёмся. Звёздный завтрак. Вместе с песнями Алексея Подубного, он же «Джанго», уже послезавтра в среду вы сможете оказаться в клубе-ресторане «Магнус Локус». Приходите, будет презентация совершенно новой песни лорка, которую мы недавно. В эфире послушали... Кстати, Лёш, залезла в твой телеграм-канал, который у тебя появился. Кстати, присоединяйтесь. Алексей Подубный, «Джангазет». Так можно найти в телеграме артиста. Слушай, а ведь сколько фотографий ты сделал, когда ты, собственно, с концертами в ДНР летал? Прям такие живые фотографии. Ну да, там фотографировал-то не я, фотографировали меня, и ребята выкладывали. То есть я просто репостил там эти фотографии. Ты реально прям на ящиках, на ящиках? А что было делать? Я так смотрю... Обзор какой-то. Артист, артисту нужна сцена. Ну что поделаешь, ну, надо было ящики ставить. Лёш, было страшно, скажи? Ведь добирался ты туда нелёгким путём? Ну, это дело привычное. Хотя, конечно, сейчас там, как говорят, донецкие насыпают гораздо активнее, чем это было, допустим, там, с 16-го по 22-й год. Сейчас вот говорят, что пожёстче даже, чем в 14-м будет. Так что, ну, конечно, и гремит, и как вот мы сейчас вот переписываемся с нашим гитаристом, он говорит, очень сильно грохочет. Я говорю, минуса или плюсы? Он говорит, а разное. Ну, то есть минус — это то, что от нас улетает, а плюс — это то, что к нам прилетает. То есть вот такая терминология, и выражение «выступать под минус» приобретает такой странный смысл, да, такой не совсем добрый. Вот. Ну, не то, что страшно. Я человек верующий, православный. Я молюсь Богу всё время. То есть я всё-таки хочу, конечно же, вернуться к семье. Я хочу остаться живым, здоровым, как любой человек, наверное. И я понимаю, что какая-то опасность, конечно, есть. Ну, не такая, когда ты идёшь в бой, с одной стороны. А с другой стороны, там можно ведь попасть, находясь просто в городе. Вот я приехал, как раз вот был этот жуткий случай, там, значит, трагические прилёты этой ракеты, точки там на улицу университетскую. А это ведь самый центр. Вот я в гостинице жил в двух кварталах от этого места. Так что, в принципе, опасность, конечно, действительно существует. А с другой стороны, для меня важнее всё-таки быть там и петь для ребят и приносить какую-то пользу. Чтобы я потом не стыдился сам себя, хотя бы так. Чтобы я говорил, что я не сидел в этот момент на диване, будучи там нормальным 50-летним мужиком. Да, всё-таки хоть что-то, хоть что-то я полезное сделал. Ну, для меня это важно. А для тебя это долг или какие-то внутренние мотивы поддержать друзей? Что это? Я не знаю. Это какое... Что-то внутри такое шевелится. Вот. Ну, вот не могу, вот, чтобы туда не приехать. Кто ещё из музыкантов там, не знаешь? Ну, сейчас... Сейчас немного. Вот была Юля Чечерина, мы с ней как-то челночно... У нас было совместное выступление в Ростове-на-Дону. Так. 13 марта. И вот она приехала на выступление, говорю, ты обратно сейчас туда поедешь, в Донецк? Она говорит, нет, мы сейчас едем туда, в Крым, а я уезжаю. Вот мы с ней меняемся. То она там, то я там. Они выступают тоже... Ну, в смысле, Юля выступает. Она вот в госпитале там выступила. Потом я приехал, выступил. Там тоже в госпиталь ездил, там к раненым ребятам. Расскажи, вот столько эмоций прошло, ну, явно они как-то отразятся на твоём творчестве. Есть вероятность, что об этих событиях, может, песня появится? Или не до стихов? Ну, это сложное состояние, конечно. Когда ты думаешь именно только об этом, то очень сложно со стихами и с мелодиями. Как-то вот оно... Как-то оно не вяжется. Мне кажется, что потребуется какое-то время мне, чтобы успокоиться. Я сейчас сам в таком нервном достаточно состоянии. И, ну, то есть я переживаю, я сосредоточен. Я как бы... Ну, вот в этом. Ну, а скажи, Луганск там будет концерт? Да надо бы поехать. У меня как-то так сформировалось больше связи именно с ДНР, ну, с Донецком. Но в Луганск мы тоже ездили. Вот год назад приблизительно мы ездили с концертами туда. Выступали. И в Луганске очень хорошо прошёл концерт прямо в зале. Но это считалось на то время мирное время. На то время, да. Поэтому как бы можно было в зале выступать. А сейчас в залах, конечно, выступать это просто... Ну, нельзя. Нельзя. Твоя семья, она здесь или там? Нет, семья здесь. Семья полностью здесь. Я же такой москвич-подмосквич, так сказать. Подмосквич-подмосквич. Лёш, вижу у тебя в Телеграме, ты выставил клип на песню «До тебя». Написал символизм, заложенный в этом клипе в конце 2012-го, приобретает всё более масштабный смысл. Ну, очевидно, да. Там клип, когда снимали, снимали клип в 2012-м году. Так. Вот. И на лирическую песню «До тебя», да. Почему там вдруг появились там как-то или Молотова и прочие символы. В том числе символ Российской империи. Да, и то, что сейчас мы переживаем, фактически идёт такая перекройка мира, и события гораздо более масштабные, тектонические в буквальном смысле слова, чем мы их даже можем наблюдать. Ну да. И вот это изменение мира, оно как-то было отражено вот в этом клипе через эти символы. И сейчас ты смотришь вот клипу 10 лет, а он вполне вот можно прямо сейчас вот… Актуальный. Актуальный его смотреть. И он, в общем, достаточно хорошо снят с эстетической точки зрения, с художественной. Там хорошие приёмы, там замедленные кадры, там 500 кадров в секунду, интересно всё наблюдать. А давай её сыграем, давай? Ну, ты же с гитарой. Да, давайте. До тебя, почему нет? Послушаем песню. Кстати, на концерте будет она звучать послезавтра? Ну, конечно, без неё никак, как без «Холодной весны». Это всё-таки песня довольно известная, и все её знают. Я могу сейчас, кстати говоря, спеть её в такой интерпретации немножко непривычной. Давай, давай. Оживёт, когда безымянными перронами вода, И пойдёт река огнями берега. Ты узнай меня, ты узнай меня вдали весёлого. А обратно домой веселее всегда до тебя, до тебя. Мне откуда было знать, что любить не перестать, А дышать не устать, до тебя, до тебя. Мне бы только дошагать, чтобы, глядя в небеса, Снова нам ночевать. Ты узнай меня по заброшенными перегонами, Ты узнай меня весёлым вдали. Полетят, когда над исколотым огнями холодом, А обратно домой ранние журавли до тебя, до тебя. Мне откуда было знать, что любить не перестать, А дышать не устать, до тебя, до тебя. Мне бы только дошагать, чтобы, глядя в небеса, Снова нам оживать, снова нам. Снова нам оживать, снова нам оживать. Столько лет прошло, а сколько смысла джанго у нас сегодня в гостях. Говорим мы сегодня, конечно же, о музыке джанго у нас в гостях. Слушай, Лёш, тут, кстати, вопрос прилетел из Ставрополя. В мае 2021-го ты приезжал в Ставропольский край на детский казачий слёт. Есть ли в планах поездка на этот год? Если батюшка, отец Пётр позовёт, то приеду. Слушай, а может тут в Москве для ребят, беженцев из Луганска или Донецка тоже что-то сделать? Я думаю, надо, конечно. Потому что в непростой же оказались люди, ситуация совсем непростой. Конечно, конечно, конечно. Я ещё помню, в 2014-м мы ездили по беженцам из Донецка тогда. Поэтому мне есть, так сказать, что сказать и по этому поводу. И тогда мы, кстати, с Олегом Царёвым ездили вдвоём. Сейчас вот он в прорыве там практически под Киевом с войсками. Да, ну это не секретная информация, у него в телеграм-канале всё это указано. Я этого человека очень уважаю, горжусь знакомством с ним и такими совместными действиями. То, что мы тогда в 2014-м ездили по беженцам. Вот. Сейчас я, конечно, я готов. Просто это нужно просто осуществить. Я не знаю, куда ехать. Это надо просто с кем-то связаться. Или чтобы меня позвали, там, Лёша, поедь сюда, я поеду. Поедь туда, я поеду. Ирина спрашивает, откуда столько драйва в жизни? А что делать? Ну так вот, ну жизнь, это же движение жизни. Ну чего, я вот, кстати говоря, против всякого рода депрессивности. И стараюсь туда вообще не погружаться, в эту атмосферу. То есть когда грустненько не бывает такого? Нет, грустненько мне бывает. Да, но это же не депрессия. Что вытягиваете из состояния грустненько? Сам себя? Ну приходится, во-первых, песни пытаться писать, значит, как-то это всё выразить. А вообще я люблю чисто вот такие старые древнерусские методы. Например, разжечь печечку и посмотреть на огонь, как он замечательно горит. Или растопить баньку. Я вот живу фактически, вот у меня рабочий кабинет, фактически это баня. И я топлю баню. Я уже пять лет этим занимаюсь, и я хорошо топлю. Так что, если что, может, я открою свою баню там. Погоди, это как рабочий кабинет в баньке? Он где-то рядом, или ты как-то так совместил? Ну банька через стенку, а у меня, ну, деревянный сруб. И там рабочая студия стоит, ну, она не огромная, такая, как у вас, там поменьше. Там просто стоят колоночки, которые мониторы называются, там компьютерный монитор, клавиши, микрофоны и так далее. Вот там, где я записываю, в общем, вот то, что вы слушали сегодня, лорку песни, там всё фактически сделано вот в этой избушке. И вокал, всё полностью. И даже сведение мне пришлось делать самому, и с моим другом, и гитаристом, нашим, не верим. Не, вышло круто, вышло очень достойно круто. Кстати, по поводу гитары. Я заметила, у тебя дырка в гитаре. Это для звукоизвлечения? Отверстие. Отверстие? Я всегда говорю всё. У нас сейчас просто идёт прямая трансляция в наших официальных группах ВКонтакте, в Одногласне. Что за дыра, Лёв? Ну, время. Время, так сказать. Я играю медиатором. Играю я зачастую очень жёстко. И, так сказать, вот медиатором всегда попадает сюда. Сначала здесь была небольшая вмятина, я не обращал внимания. А потом вдруг обнаружил, что там уже, в общем, щепки летят отсюда. Я их вытаскивал. И, в общем, осталась вот такая. Вообще гитара у тебя такая повидавшая жизнь. Ну, она звучит. Она звучит, в общем-то. И это мне важно, чтобы она звучала. Да и потом, может быть, это вот признак. Ни у кого именно вот такой формы отверстия на гитаре, ни у кого нету больше уникальной вещи. Отверстие необычное такое, да. Но друзьям однозначно стоит задуматься, что же подарить в эту среду на концерте Алексею Подобному. Какую-нибудь наклейку на это место. Как минимум. Это как минимум. Лёш, у тебя есть какие-то коллекции в доме? Ты увлекаешься? Ты же человек увлечённый. Ты что-нибудь собираешь? Ну, не знаю. В детстве я собирал марки. Мне нравилось. Так, хорошо. Особенно, помню, были марки то ли Брунея, то ли ещё чего-то. Там были такие красивые животные. Я забыл, какая страна. По-моему, Бруней. Вот. А с тех пор я как-то оставил коллекционирование. Это такое дорогостоящее удовольствие. Как-то лишних денег никогда не было на это дело. Не знаю. Я не могу так ответить. Остроумно ответить не получается, к сожалению. Просто впереди концерт. Это я всё наталкиваю людей, что же дарить, помимо цветов. Ты же понимаешь? Гитара-подарок дорогой, а так принесут то, что дорого сердцу и приятно. Нет, ну, подарок у меня всё-таки не 23-го числа день рождения. Чего мне дарить? Я, наоборот, хочу дарить какие-то эмоции от выступлений. Самый лучший подарочек, как говорится, для меня, это просто глаза слушателей, наполненные настоящими эмоциями. Ребята, приносите сахар и гречку, точно не ошибётесь. У нас Алексей Подубный сегодня был в гостях Джанго. Уже в среду, послезавтра, концерт в клубе-ресторане «Магнус Локус». Билеты на официальном сайте ресторана можно посмотреть. Лёш, спасибо большое за то, что сегодня пришёл к нам в гости. И спасибо за то, что ты вообще делаешь. И для наших ребят, которые воюют сейчас, и вообще для нашего эфира. Потому что лорку мы с большим удовольствием запускаем в эфир радиошансон. Спасибо вам огромное. Я очень рад был с вами повидаться. Надеюсь, это не последняя наша встреча. Взаимно, взаимно, Лёша. Так что до следующих встреч. Я очень рад. И слушайте песни, приходите на концерты. Давайте будем вместе. Поддерживаем друг друга.